Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ, и сегодня мы поговорим о такой машине, как джамбо с 76-мм орудием М1. Полное название мне было запоминать лень, потому что эти буквы и цифры мне лично ни о чем не говорят, хотя для американских военных они наверняка составляли какую-то очень важную тайну. Но да ладно, не будем разводить какую-то демагогию с пустого места, и поехали! Собственно, вы сейчас можете наблюдать одну из интереснейших картин, как ракообразные Т-34 пасутся в поле бортом ко мне. На самом деле расправляться можно не только с Т-34, ведь орудие у нас заменено. Проблема, собственно, в чем? Этот джамбо обладает повышенным боевым рейтингом, и рейтинг у него составляет 5,7 единиц. А значит, мы попадаем к таким машинам, как Королевские Тигры и Исы Вторые, для которых мы просто мясо. Да, увы, мы просто мясо. Потому что наша лобовая броня, хоть и хороша, но под наклонами, и даже если брать с доворотом, составляет всего около 170-180 миллиметров в лучшем случае. Ибо доворачивать больше вам не даст ни совесть, ни ваша бортовая броня, которая лопнет от любого другого попадания. Ну, враги же не глупые будут стрелять вам в борт. Поэтому, собственно, на танке танковать против данных машин не стоит. Может быть и случится какое-нибудь чудо-рикошет, но я бы на это не рассчитывал. Итак, джамбо может бороться со своими противниками нормально, наконец-то мы убиваем пантер, тигров. Вот зато возникают проблемы с Исами Вторыми и Королевскими Тиграми. И ладно, боесы вторые. Мы их пробиваем в лоб башни, но они нас пробивают в любое место, не важно от того, где мы, как мы и почему мы. Но проблема, собственно, не в этом. Проблема не в ИС-2. Проблема кроется в Королевских Тиграх. А вот с ними у нас беда в 2 или нет, наверное, в 3 раза больше. А все, собственно, почему? Ну, из-за их лобовой брони. Мы их пробиваем гораздо хуже. Наша пушка пробивает стоковым бронебойным каморным снарядом всего лишь около 120 миллиметров в упор. Еще у нас имеются, конечно же, подкалиберы, которые пробивают, ну, чуть больше 180 в упор. И вот здесь возникает самая большая наша проблема. Мы Королевских Тигров в лоб с башней Хеншеля пробиваем довольно плохо. А если и пробиваем, то только подкалибером, который, вы сами знаете, как у нас дамажит. А именно, должен убить весь экипаж, либо пройтись по боеукладочке раз так 10, чтобы хоть как-то ее повредить. В общем, на этом Шермане сплошная боль, если вы встречаете такие машины, как ИС-2, либо же Королевские Тигры. Но! Зато мы можем оттянуться, если мы попадаем в топ. Что случается, кстати, не так уж и часто. Но если случается, то Пантеры, Тигры и Ижи с ними от нас просто страдают. Ибо в лоб они нас так и не научились пробивать. Исключение составляют, конечно же, Пантеры, которые идут после модификации Д, ибо у них уже есть подкалиберные снаряды. Но вы сами знаете, что такое подкалиберные снаряды. Поэтому мы можем бороться с ними довольно неплохо. Да, нас могут пробить. Да, не всегда получится вытанковать все и вся. Но уже мы чувствуем себя намного более уверенно, чем с Королевскими Тиграми, которые нас пробивают вне зависимости от того, как мы стоим и почему мы стоим именно там. А вот у нас с ними возникает большая-большая дилемма. И если в начале боя вы видели довольно удачную ситуацию, когда ко мне поставились бортом 2Т34-85, которые для нас вообще серьезными противниками не являются, и Исы-2, которые для нас являются очень серьезной мишенью, то вот сейчас вы можете наблюдать, как же трудно Джамбо приходится, когда мы не можем даже пробить обычного Тигра. На дистанции с ним становится справляться гораздо труднее. Если в упор мы его пробиваем довольно уверенно, то стоит ему слегка довернуть и находиться на расстоянии метров этак в 500, и все, пиши пропало. Но в любом случае, мне эта машина понравилась гораздо больше, ведь обычный Джамбо с пушкой 75-миллиметровой, для которой он изначально не проектировался, а проектировался он именно для 76-миллиметрового орудия, вот с 75-миллиметровкой он страдает, потому что с Тиграми и Пантерами там все довольно сложно, но там есть челлендж. И этот челлендж остается на этом же танке, только уже с боевым рейтингом повыше. Правда, и противники для челленджа у нас подобраны очень даже неграмотно, ибо сравнивать Королевский Тигр и Джамбо – это довольно такое странное занятие. Вот вы просто посмотрите, с одной стороны Джамбо, а с другой Королевский Тигр с пробитием у орудия более 200 миллиметров в упор. Ну вы понимаете, к чему я клоню. Да, Джамбо безусловно хорош. На своем боевом рейтинге, если он попадает в бои со своим боевым рейтингом, он нагибает просто все, и очень даже нещадно. Но если он попадает вниз списка к противникам, вроде Королевских Тигров и ИСО вторых, вот тогда вы познаете всю боль. Хотя, как вы вот сейчас можете видеть, даже каморные снаряды не всегда способны нанести серьезный урон Королевскому Тигру, хотя вроде бы казалось, два раза взрывается каморный снаряд в боеукладке и ничего. Но, собственно, это можно списать на новые вероятности подрыва боеукладок, но вы сами понимаете, для нас-то это никаким местом нехорошо. А учитывая, что у нас остались те ослабленные зоны, которые были и у первого Джамбо, а именно очень слабая крыша башни и очень слабая... ммм... точка уязвимая, которая у нас не закрыта дополнительной броней, а именно пулеметик во лбу. В общем, здесь есть над чем подумать. И нагибайте все живое на данном танке, если вы находитесь вверху. Ну а если нет, старайтесь не подставляться и бить из-под тяжка. Борта для вас всегда открыты. Ну что ж, а с вами был Крюга ТВ. Надеюсь, по этой машине вам все стало чуточку яснее. Если вам понравилось данное видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok